Советская военщина Виктор Астафьев 70 лет Длится эта чудовищная и циничная ложь о величайшей трагедии 20 века, из которой в России сделали парадную картинку и затыкают ею всевозможные дыры собственной несостоятельности. День Победы и культ Георгиевской ленты сегодня приобрели в Российской Федерации настолько уродливые формы на всех уровнях, что это уже является откровенным глумлением над памятью миллионов павших воинов, а также плевком в душу тем немногим ветеранам, которые дожили до наших дней. Солдаты, пережившие ужасы войны, никогда не требовали многого. 20 лет после войны День Победы вообще не праздновался и был обычным будним днем. Да и что было праздновать, все помнили цену этой войны и ненавидели бездарное советское командование, сварившее в котлах десятки дивизий. В памяти был жив еще и 1939 год, начало Второй мировой, в которой Советский Союз выступил союзником фашистской Германии. А о совместном советско-фашистском штурме Брестской крепости вообще не принято говорить вслух. Но поляки помнят это кровавое побоище и раздел Польши между Гитлером и Сталиным. Это позорное событие было с помпой отмечено совместным немецко-советским парадом в Брест-Литовске, отошедшим Советскому Союзу. Кровавые диктаторы сделали немецких и советских солдат братьями по оружию. Генерал Гудериан и комбриг Кривошейн принимали парадные колонны фашистов и красноармейцев. В Бундесархиве сохранились не только фото-видеоматериалы, но и документы, в которых это совместное торжественное шествие войск названо немецко-советским парадом победы. Из воспоминаний очевидца. Сначала промаршировали немцы. Военный оркестр играл незнакомый мне марш. Затем в небе появились немецкие самолеты. Красноармейцы шли вслед за немцами. Они совершенно не были на них похожи. Шли тише и не печатали шах коваными сапогами, так как были обуты в брезентовые ботинки. Ремни у них были также брезентовые, а не кожаные, как у немцев. Кони, тянувшие советские орудия, были малорослые и неприглядные. Упряжь лишь бы какая. За советской артиллерией ехали гусеничные тракторы, которые тянули орудия более крупного калибра. А за ними двигались три танка. Совершенно естественно, что после окончания войны обо всех этих позорных событиях начала Второй мировой было решено забыть. И ни о каком ежегодном параде победы и речи быть не могло. А если вспомнить еще и советско-финскую войну 1939 года, после которой СССР исключили из Лиги наций как агрессора, то вполне понятно, почему последующие два десятка лет 9 мая было не более чем простой датой в календаре. Фронтовики вообще не любили вспоминать войну, ведь ничего великого и героического в ней не было. К сожалению, подвиги освободителей зачастую носили совсем неприглядный характер. Взаимная жестокость к мирным жителям уравняла перед историей человечества обе воюющие стороны – Гитлеровскую Германию и Советский Союз. Война по определению не может быть иной, кроме как бесчеловечной, ужасной, жестокой, грязной и кровавой. Должно было пройти немало времени, чтобы ужасы войны позабылись, и у Кремля появилась возможность мифологизировать. И в 1965-м впервые за прошедшие 20 лет был проведен торжественный военный парад в честь 9 мая, положивший символическое начало новой мифологии СССР о Великой Победе, со временем затмившей мифы о революции и великих завоеваниях октября. И чем дальше становится 1945 год, тем чудовищнее с каждым годом искажается неоднозначная история войны, ставшая в наши годы в России лубочным героическим эпосом. Самое страшное, что за последние 70 лет ни Советский Союз, ни Россия так и не нашли среди своих так называемых духовных скреп, ни одного повода гордиться своим прошлым, кроме как бездарной войной, в которой они были с Гитлером заодно, а после его вероломства беспомощно завалили противника трупами, при огромной технической поддержке союзников, без которых они бы так и воевали на конной тяге. То, что следовало бы забыть, усвоив правильные уроки, Россия возводит на пьедестал. И каждый год, 9 мая, мажет своим гражданам по губам, как по видлам, эту «великую» победу. Кремлю не нужна никакая историческая правда. В День Победы уже и ветеранов перестают пускать на Красную площадь. Их место занимают более молодые, ряженые, благообразные старички, которые не будут портить красивой телевизионной картинки. Внимательнее всмотритесь в этом году в телевизор и посчитайте количество дважды и трижды героев Советского Союза на трибунах, а после просто сверьтесь с Википедией. Сегодня все меньше стран хотят разделять с Россией ее победобесие. И к 70-летию победы рядом с Путиным окажутся вовсе не союзники, а темнокожие лидеры половины африканских стран. Почему половины? Потому что даже из Африки согласились приехать не все. Именем культа Георгиевской ленты сейчас топят в крови украинский Донбасс. Иваны, не знающие своей истории, лепят несуразные ярлыки на украинское государство. Россияне, исторические союзники Гитлера, называют украинцев фашистами, в то время, когда в самой РФ официально зарегистрировано около 53 националистических организаций, а в Питере проводятся ультраправые конгрессы. Уродливая идеология «великой» в кавычках победы замусорила мозг всего взрослого населения целой страны России. Подменены понятия «потеряно хрупкое чувство меры и такта». Обесцененную память о дедах теперь суют во все дыры мещанской жизни. Эти безобразные картинки вызывают отвращение у нормальных здоровых людей, но только не у россиян. День победы стал в России брендом массовой культуры, опущенным, простите, до уровня блядства. Либо же наоборот, блядство просто выросло до государственных размеров. И теперь в угаре строительства «русского» в кавычках мира современные русские воины преодолевают небывалые границы морального уродства, устраивая кровавую баню всем, кто не разделяет их ценности. Их русские деды были бы в шоке, узнав, что потомки, обвешанные георгиевскими лентами дегенераты, воюют с украинским народом. Русские пришли на украинскую землю с оружием. Какой омерзительный плевок на память предков, на которых помимо груза собственных деяний, ложится еще и тяжесть преступлений их вскурвившихся внуков. Русскому народу не отмыться никогда. Невозможно не отмолить эти грехи, не заслужить прощения, ничего. С Россией кончено, писал еще сто лет назад Максимилиан Волошин. Видимо, мы наблюдаем чудовищную затянувшуюся агонию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова